Ты кто такой веселый? Такой вообще бандит. Серьезный, серьезный пошел. Да, да, да. Эх, классная машина. Да, Танюха, тебе нравится гелик? Вот эта? Да, серьезно? Да, она обалденная, мне она очень нравится. Вот объясни мне, объясни мне, пожалуйста, почему девчонкам так нравятся гелендвагены? Ну это стиль, не знаю, но это просто, это от души идет, это от сердца любовь, понимаете? Это две... Я бы назвал вот этот кадр «Присядем на дорожку». Сейчас, друзья, нас ждет действительно неблизкая дорога, потому что мы отправляемся к ласточке полковника. Очень много людей писало в комментариях, когда же уже, когда же вы уже ее покажете. Так вот сейчас этот день настал. Мы выполнили все чекпоинты, которые предшествовали этому моменту. Поговорили со множеством людей и сейчас мы туда отправляемся. Только давай тебя не затягивай, да, у меня косметолог, потому что... Да, успеем. Ну точно? Успеем, успеем. Хорошо. Татьяна, ласточка полковника, понимаешь, и косметолог. Важнейшее дело. Важнейшее дело. Ну понимаешь, для мальчиков важнее машинки. Для девочек. Не, давай так, чтобы я не опоздала. Хорошо. 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 Тогда что? Давай, выдвигаем тогда. Двигаем, да. Двигаем, друзья. Понеслись. Ты кто такой веселый? Такой вообще бандит. Серьезный-серьезный пошел. Да-да-да. Важный чел такой. Эй, классная машина. Да, Танюх, тебе нравится гелик? Да. Вот эта? Да, серьезно? Да, она обалденная, мне очень нравится. Вот объясни мне, объясни мне, пожалуйста, вот почему девчонкам, девчонкам так нравятся гелендвагены? Ну это стиль, я не знаю, но это просто, это от души идет, это от сердца любовь, понимаете? Обалдеть. Причем, знаете, самое-то удивительное, вот девчонкам, вот реально, знаешь, такая патологическая тяга с детства, знаешь, к чему-то такому опасному, плохому, потому что гелик уже ассоциируется? Определенно. С определенными вещами. Ладно, друзья, выезжаем. Играет музыка. Играет музыка. Осень, слушай, мне даже не верится. Сколько, получается, я не видел машину? Сколько месяцев точно? два-два с половиной наверное да больше больше но такое чувство что 3 я думаю что внутри до тальчик камера камера не спорит привет привет но такое чувство что времени прошло гораздо больше реально ерунда столько воды утекло соскучился я я прям мандражирую по ласточки полковники и местность кстати очень красивая нравится 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 место действительно очень красиво очень-очень ветряки почти приехали чуть-чуть ух ты от него на 124 стоят на площадке смотри вообще все старые марси на кстати да 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 это типа автохауса да 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 поддержанные марсики продают там volvo стоит у них под крышей стояла то есть такая олтаймерская местность плюс-минус все мы приехали что тебе верится или не верится нет это две наши волги почему 2 сейчас увидите ласточка полковника и волга из серии охота на волгарь таран да реально танюха фоткает да ну слава богу от ногтей отошла меня что косметолог косметолог ты посмотри блин я соскучился реально по этому автомобилю но можно вопрос рутик ты же говорил к ее будешь красить в черный как казах да да смотри сейчас самое главное все что ходовой касалось и ресор и сзади это все готово то есть вся вся техника скажем так теперь надо отдавать на покраску что-то пишет и все а пока просто времени нет ты знаешь у меня сейчас сезон начался сейчас там концерты всякие новые русские бабушки стаса михайловы олени различные а у без них в наше время никуда без оленей да то есть есть люди нормально есть такие да ну ты посмотри какая прелесть а блин я реально соскучился стекло нормально кстати поставили о да оф понимаешь санкт-петербург германия сколько я всего вспомнил стекло так ништяк ништяк работает да ну и слава богу ласточка полковника живи а вот это нас натолкнуло тогда сейчас выйду помнишь нас вот это вот штука натолкнула тогда на мысли да про гадыровскую штуку обалдеть причем малярка малярка то понимаешь уже вещь большая сам бог велел в том-то и дело наш уже вот стоит все 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 вот 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 дай мне там доделать все что нужно потом уже перейдем блин я поеду я пойду на волгарь посмотрю да 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 ну ты что это же вообще такое приключение было на нем но так все коробки здорово братан как мы с тобой из ростова ехали помнишь да реально слышали неплохо реально нравится прям реально нравится друзья как и обещалось ласточка полковника находится в берли в надежном месте в надежном месте в секретном месте в надежных руках да мне кажется все таки хорошо русик что что когда мы познакомились с теми ребятами из mercedes-benz благодаря которым мы сейчас на гелендвагене мы все-таки так сказать когда они нам предлагали суммы суммы это суммы они валюта мы сказали най подождем то есть как бы и очень правильно сделали да мне кажется после всей нашей вот этой вот истории как бы будет много суммам я думаю да если особенно у нас получится история с фильмом если получится а ты кстати давай давай вернем на базу или не то что вернем на базу а замкнем этот круг и оставим записки да по записке и коробки я кинул 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 бардак это я да я положу я положу осторожно мужчина я думаю что как бы вот в этой ржавой коробочке две записки одна записка была в сиденье а другая собственно говоря в этой коробочке и даже откроем филинданк спасибо мужчина спасибо да положим эту историю в бардачок сейчас открою вот тут еще ленточки георгиевские отвертка алексей михалыч прости реально я с автосферы отвертку спер как блин михалыч прости я куплю тебе отвертку и вот теперь все на месте русика помнишь ты мне говорил про человека с которым мы можем встретиться вот в рамках кинематографа россия и германия то есть человек имеет отношение и все-таки думаю что эти вещи сразу сказала имя фамилия туда-сюда конечно помню опять интрига только надо надо будет набрать и таню еще завести на на маникюр а смотри как она оживилась окей да ну вам же маникюр туда-сюда и также я я быстро я приеду к вам может быть все-таки видишь да может отменишь маникюр и как потому что он там не сказал на ушку не надо не надо мне маникюр понимаешь да ну давайте тогда поехали они завезем на маникюр встретимся и как бы обсудим все эти наши истории да окей так сделано ну что георгий саныч я же тебе обещал когда мы еще сидели в ландо в отеле что познакомлю с одним человеком мнение которого и просто личность которого весьма знакома соответственно жителям не только германии но и россии ты еще начал задавать вопросы кто кто чё чё я сказал вот тебе информации я тебе все покажу и представлю тебя этому человеку окей я на самом деле очень сильно удивлен очень сильно приятно удивлю приятно удивлен встречи с этим человеком сейчас мы обязательно его покажем друзья я вас уверяю вы очень сильно удивитесь но основная цель нашей встречи поскольку этот человек является актером и в россии и в германии узнать его мнение о нашем проекте о нашем сценарии который мы хотим реализовать значит в рамках как бы нашего путешествия ласточки полковника и очень идеи по этому поводу родились то есть те кто смотрел наши серии до этого прекрасно понимают о чем идет речь а вот теперь друзья аплодисменты прошу любить и жаловать филиппе рейнхард актеры актер немецкие русские актеры я вас лирически приветствую здравствуйте согласно сыглавшись сыгравший множество ролей в российском кино и не безусловно роль в фильме жених фильме жених да фильм савибор рашен филм групп а вот самый яркий представитель да но очень приятно здравствуйте много-много проектов которые сейчас производстве я не знаю можно не говорить или нет я понял можно говорить да это это очень приятно филипп а откуда ты так хорошо знаешь русский язык это интересно потому что три года назад я играл главную роль в фильме жених и там я очень не говорили по-русски модам одну фразу здравствуйте может быть я не знаю и я здравствуйте все и я потом я после фильме жених сейчас я очень много работы в россии я делаю как шесть фильме шоу семь фильмы и я 7 фильмов да много много и я думаю что это очень важно что я понимаю культура и я это меня русский менталитет русская душа и я и тоже русский язык я изучаю изучать но деле извините мою грамматика это ужас но изучаем ее не не с грамматика и все хорошо очень скромно чешка а как долго ты изучаешь русский язык три года назад два год два год я я просто хочу сделать небольшую ремарку то что немец то есть с индо германскими соответственно языковыми какими-то способностями кормнями выучивает до этого уровня как он его выучил за два года шапу спасибо друзья теперь я понял почему-то хорошо проехает вот и сразу понимаешь и сразу снимается языковой барьер начисто филипп мы тебе рассказали краткую часть сюжета я напомню нашим напомню нашим подписчикам кто нас смотрит то есть как бы не так давно в каком по моему в шестнадцатом году да он вернулся сняли фильм да нет в 14 14 15 что-то в наше время появился в берлине в ответочку значит мы с русиком придумали почему бы товарищ сталин вновь в наше время не появился в берлине вопрос к тебе как человеку который понимает в немецком менталитете и в русском менталитете был бы такой сюжет интересен немцам в германии посмотреть на такой фильм в рамках художественного произведения это не политическое произведение но политика это скорее художественное произведение ну тут уж никуда не деться с элементами фантастики да не думаю что фильм на русском эрис вида да немецкий фильм про гитлера я думаю что это это переинтересно потому что по после релиз премьера люди все говорили что не нужно потому что комедия это это сюжет но после после релиз это пиля релиз и фильм был большой как суксесс здесь успех спасибо за урок в германии потому что я думаю что а фильм не был политически не был нет очень очень важно и я думаю что хорошо актеры и хорошо юмор и потом окей почему нет это это очень интересный интересный вопрос был обойт если есть ли гитлер поучила геккок он не человек не знаю что чтобы он бить себе но очень плохой человек чтобы он была без действия и про стали я думаю что это тоже интересный вопрос и и я думаю что это хорошо это что выделить это тьм да причем да я хочу красными чернилами подчеркнуть, что мы не преследуем никаких политических интересов ни в коем случае. Политика роли не играет, и даже если вспомнить фильм «Он вернулся», там сверх задачи, как говорил Константин Сергеевич Таниславский, идет такая тема, что вот этот вот маленький нехороший человек живет в каждом, но надо держать его в узде и как бы не выпускать, что называется, наружу, ну так или иначе. И на самом деле сильная задача была этого фильма – мы хотим сделать что-то подобное. Да, к сожалению, мы сейчас на камеру не можем рассказать весь сюжет, который мы рассказали Филиппу, потому что это реально очень интересный приключенческий сюжет. Филипп, как ты думаешь, какие киностудии могут этой идеей заинтересоваться? Все-таки больше в Германии или нам попытать счастье с русскими киностудиями с подобного рода идеей? Это я не знаю сто процентов, но я думаю, что… Просто как ты думаешь? Я думаю, что вы хотят две студии, немецкие студии и тоже русские студии, и я думаю, что это очень важно, что будет, потому что это русская история, Сталин, я думаю, что первая студия будет большая русская студия. Я думаю, что если сценарий хорошо и не политический, я думаю, что если сценарий хорошо, я думаю, что это хорошо, потому что мы знаем, что будет писать этот сценарий, и я знаю, мы знаем, что будет хорошо, и я думаю, что вы хотят большая русская студия, потому что этот фильм не будет маленький фильм, это не как маленький арт-хаус фильм, я думаю, что если вы делаете этот фильм, я думаю, что это большой фильм, будет как большой фильм, но интересно. Но я знаю тоже Константин фильм здесь, и они делают… А, Константин фильм, да, это немецкий киностудий. Я знаю очень хорошо, я знаю очень хорошо, как шеф, его зовут Штефан Вуд, и он делает все интернациональные проекты, и он делал тоже, и Эрис Виттер, да, это был Константин фильм. А это Константин делал? Да, я думаю, что. А, это 100%. Восстанин, Константин. Ага. Но если сценарий готов, будем говорить. Я думаю, что тоже русский юмор очень хорошо, но если фильм хорошо, я думаю, что русские люди понимают, но эта тема очень сложная, мы все понимаем. Гитлера с детства в Германии, это очень-очень сложно. Вы понимаете? Согласен. Что здесь на улице, в утиле, как это, это, извините, это про Адольфа, мы знаем, что это. Запрещенный жест, да. Да, да, да. Как я думаю, что шесть месяцев, что это в тюрьме? В тюрьме. В тюрьме? В тюрьме. Это очень-очень строго. Это серьезно, да. А, то есть, подожди, в Германии за, условно говоря, употребление... В Германии вообще запрещено употребление каких-либо нацистских символик, то есть свастики, всякие жесты, выкрикивание каких-то паролей и так далее и тому подобное, это все преследуется законом. Шесть месяцев в тюрьме? Это, я думаю, в некоторых случаях может даже быть и больше. Сейчас пил. Шесть месяцев. А, да? В Кемнице, да. А, в Кемнице вот эти вот все разногласия, которые там были после того года. Это бомба! Наци, шесть месяцев, до свидания. Это то, что... Это то, что... Это то, что... Это то, что... А, да, то есть в Кемнице... Великий человек. В Кемнице реально один человек. Недавно же там были разборки. Может быть, в русских СМИ это тоже как-то более-менее опубликовывалось, либо нет. Там, после какой-то демонстрации, мимо полицейских, как я помню, проходил один из не очень уж, видимо, наверное, образованных бюргеров. Ну и определенная рука к сердцу, а потом к небу, что привело к шести месяцам... Да ты что? Да. А, какую цель он преследовал, вот это вот дело делает? Я же тебе говорю, человек невысокого уровня. А, уровня. Вообще умственного и так далее. А, окей. У меня есть... Есть смези. Фильм. Ари Ведерти. Ари Ведерти. У меня есть к тебе провокационный вопрос. А, ох! Есть тебе провокационный вопрос? Да. Скажи, пожалуйста, вот ты, тебе бы было интересно, как актеру, в этом фильме сняться, сыграть в этом фильме роль? Какая роль? Адольфа? Нет, 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 Найд, 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 Найд. Найд, Найд, Найд. Роль Адольфа, как бы мы, честно говоря, даже уже немножечко пообсуждали, и как это ни парадоксально, чешский актер, да? Смотрите, я делаю его Касси сейчас. Извините. А, да. Да, пожалуйста. Трестен! 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 Трестен бомбардировал! Углобный химмлер! Я говорил, что химмлер – это химмлер. Комбардировал Трестен. Трестен бомбардировал! Я уверен, что химмлер здесь останется. Я буду его уничтожить. Это мой Касси. Хорошо, что ты это все не сказал по-русски, понимаешь? Это просто одна из оригинальных речей, когда Гитлер был очень разочарован в товарища Гиммлере. Он как раз эти слова произносил один в один. Окей, извините, мне не нравится роль Гитлера. У вас другая роль, пожалуйста. Да. Да, да, да. Но есть проблема. Есть проблема. Дело в том, что у нас… Сталин нет, потому что моя акция… Нет, Сталин нет. Есть еще одна проблема. Дело в том, что у нас с русиком не очень много денег. Где? В России? Везде. 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 Поэтому, Филипп, у нас нет много денег, чтобы тебе заплатить. А-а-а. Он… Тогда «Офи разъем», но в вашей мотове… Вот. Нет, это все, конечно, шутки, юмор, но… Но мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Я… Очень понравится эта идея. Если будет роль, я сто процент буду готов. С деньгом, без денег будем смотреть. Если будет концентрент, мы больше студий. Да. Если будет. Будем смотреть. Да. Окей. Мы, кстати, с этой историей можем заехать на русскую киностудию. Russian Film Group. Да. Russian Film Group хорошо. Очень хорошо. А Russian Film Group делал этот фильм, называется «ВИ». Это… А, «ВИ». Да, да. Это фильм, главная роль Чеки Чэн, Чеки Чэн и Арнольд Шварценеггера. Да. 50. 50. 50. А до 50. 50 миллионов евро? Это очень много. Евро – бюджет? Бюджет. 50 миллионов евро? Шварценеггер 5. Арни – дорогой мэн. Да, Арни, это… Арни – это дорогой мэн. Ани самый дорогой мэн. Да. Окей. Ну, можно. Ани И, это фильм. И это очень-очень большое кино. Так, русский Film Group. это студия, они знают, что делают больше кино. Итак, мой новый фильм называется «Тобол», это будет 6 декабря, это тоже очень большое кино, русские студии знают больше кино. В Германии, да, но это другой стиль, это больше, как кино, я думаю, что русские студии знают, тоже мой новый фильм «Тобол», я делал с русским группой, это кино и сериал, это 8 сериалов и кино. Прости, пожалуйста, это «Тобол», это тот сценарий, который мы с тобой читали, когда были в Москве? Нет, нет, это другой фильм? Нет, в Москве это другой фильм, да-да-да. В Москве я делал трагические комедии, называется «Я не такая, такой», это про русский фильм, я делал трагические комедии в мае, но «Тобол» я снимал год назад, в Сибири, в Тобольске, это было очень интересно, очень холодно. Как тебе Сибирь? У меня сибирская душа. Подожди, но родился ты в Швейцарии? Думаю, да. Неплохо, неплохо. Это нейтралитет, понимаешь? А, нейтралитет, то есть там, ну, я все понял. Я все понял? Да. Вот как говорит русик, вот я, я, я все понял. Да, это интересно, но, потому что швейцарский паспорт, это очень хорошо, это нейтрал, без Меркла, без… Швейцарский паспорт, да. Швейцарский паспорт, that's cool, man. They're good. И в Швейцарии мы любим Россию, это правильно, мы любим. Да. Конечно. Конечно, еще как. Тоже наша политика все любит. И банки очень любят русский. Банки, да. Русский рубль тоже. Очень. Но я думаю, что русская душа – это лучше, как рубль. Это однозначно, это сто процентов, да. Цепь ценится больше. Русские люди, Геройцарий, Минал. Широкая душа, я бы сказал даже. Очень-очень широкая душа. Неплохо, неплохо. Други, раз вы об этом всем заговорили… Ты куда побежал, Герой Саняевич? А я сейчас ведусь. А, я сейчас ведусь. Понимаешь, тут все. Отечественный пистолярный жанр. Ну. Бук. Ага. Соответственно говоря, актеру мира. Да. Ну, то есть, как бы, без привязки к какой бы то ни было кантри. Да. А-а-а. О, мой подарок. Спасибо большое. Я. И он крутой, да? Он крутой. Да, это русский, так сказать, криминальный детектив. О, я очень хорошо делаю гэнгстер-фильм. Мы делаем фильм. Ты и я тоже. Это ваш фильм прекрасный. Но потом мы делаем гэнгстер-фильм, окей? Да. Как карантин. Это дрем делать русский гэнгстер-фильм. Да. А, я тоже буду швейцарский гэнгстер-фильм. Это будет новая бригада и новый, какой еще там был? Что там было? Новая бригада или... Новая бригада, новый брат. Новый крестный отец. Ты будешь крестный каза. Ладно. Да-да-да. Я думаю, если так будет продолжаться, мы можем переплюнуть ряд вообще продуктов, которые выходят на современном экране. Да-да-да. Да-да-да. Значит, казах, господи, прости, русский еврей и русско-немецкий швейцарец. Русско-немецкий швейцарец. Русско-немецкий швейцарец. Русско-немецкий швейцарец. Интернешнер. Да-да-да. Может быть, неплохо, да. Не может быть. Будет хорошо. Будет, извините, масштаба. Да. Строит бизнес где-нибудь в Северной Корее. Можно. Будет масштаба. Да. Будет весьма масштабно. Я буду читать на русском. Филипп, спасибо тебе огромное. Все? Спасибо тебе огромное. Я. Да? Сто процентов. Сто процентов. Я и все думаю. Человек же больше хочет рассказать. А дело все в том, что... Мне самое интересное. Все на русском. Да. Мы обязательно оставим ссылки. Кстати, извини, у меня еще есть к нему вопрос. Я просто был как раз в Питере. У меня там друг в Казанском соборе. Колечко туда-сюда одевал. Женился. Женился. И мы как раз ходили смотреть в Питере. Вот премьеру его фильма «Жених». Мы смотрели в Питере, когда там гуляли свадьбу. Вопрос. Фильм или продолжение этого фильма будет? Можно об этом говорить? Второй жених? Окей. Сейчас ситуация, это 95% мы будем снимать в апреле. Да ладно? Вау! Прикольно. 95% мы будем снимать второй жених. То есть ты хочешь, чтобы Серега еще раз женился? Зачем? Не, ну я так просто... Нет, это фильм там... А, и Серега не путайте. Серега, который друг Русик. А, да-да-да. Нет, Серега не связано. Я просто говорю, что я там как раз был и смотрел премьеру. Поэтому мне интересно, так как я сидел и ржал, просто-напросто не мог. Вот поэтому... Будущий брат, моя немецкая женщина. Ты знаешь, молоденька. Ауф! 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 What the fuck, guys! Что происходит? Что происходит? Друзья, дело в том, что нам с Филиппом надо обсудить ряд достаточно серьезных моментов, которые, так сказать, ну мы не можем афишировать в общий доступ. Но я хочу сказать следующее, что все ссылки на инстаграм, фейсбук... Да. Фейсбук, инстаграм и где... Без с тобой контакт? В контакте тоже, я тоже видел. Ты есть человек, он есть в контакте. Стоп, стоп, стоп. Друзья, вопрос. Ты есть в контакте? В контакте тоже, потому что... Мать, ты моя женщина. Да! Что? Все, they're good. It's good, they're good. Это интересно, потому что я... Это интересно, потому что я... Я начинал писать на русском. Писать? Я писать, это очень сложно. Да. Это очень сложно. Я могу представить, что для немцев это просто открытый взрыв мозга. Я вас очень... Это интересно, потому что моя невеста, она немка Гайти, микс, очень красавица. Семь года, извините, но она будет первый раз в России. Ремарки, семь лет вместе, а то многие поймут, что твоя невеста семь лет. Семь лет вместе. И в декабре она тоже будет премьера Тобольфи. И я сказал, что если ты будешь первый раз в Москве, первый раз в России, это как любовь, я знаю. Мы приветствуем в декабре моя Шантал в России. Да? Да. Будем ждать. Слушай, а снимать будете все-таки в Москве или в Петербурге? Ну, господи, Жених 2 в Москве или? Я не знаю, но я думаю, что может быть, потому что фильм называется «Набердин», но не знаю, где мы будем снимать. Окей. Ты помнишь, там Светлаков ехал на этом самом, на танке? Уммоделированный панцер, не? На Берлин. На Берлин, да. И там же на этом танке из папмашей или с чего они сделали, там из гипсокартона, хрен его знает, там как раз уже и было написано, что на Берлин. То есть начало заложено. Я бы сказал, начало было положено давно. Заложено. Да, да, да. Все продолжается. Все, друзья, мы ждем 90%, будет Жених 2, 90%. Окей, вопрос. Вы тоже ждете, да? Что ждете? Ждете. Ждете, да. Вы тоже ждете. Если да, пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Я делаю скриншот на продюсера, окей? Окей. Я знаю, продюсер Жених 2. Очень-очень разумная и прекрасная Шенджина. Она называется… Ее зовут… Ее зовут… Ее зовут… Извините. Ее зовут Полина. Я делаю скриншот и я буду как… Люди хотят Жених 2. Это важно. Друзья, тогда давайте устроим небольшой флешмоб. Давайте перейдем в Инстаграм к Филиппу и, собственно говоря, в его Инстаграме под фотографиями так и пишите хэштег «Хотим Жених 2». Да. Хорошенько. Хатим Жених 2. Хатим Жених 2. Хатим Жених 2. Все. Окей. Заргуд. Заргуд, да. Сейчас, к сожалению, мы с друзьями обсудим такие закадровые вопросы. Поэтому продолжение следует включение. Все ссылки на Филиппа, еще раз говорю, в описании. Друзья, не прощаемся. Друзья, в общем, Филипп уехал. И, Русик, неужели наши кинематографические потуги переходят на все-таки нормальный, профессиональный уровень? Да, 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 да. Вот Филипп, кстати, тоже подтвердил то, что я, соответственно, тоже уже предпринимал по поводу защиты, ну, скажем так, самой идеи, а потом уже самого и сценария. Я. И он сказал, что как только, соответственно, то есть в Америке защищено, Германия и Европа подтверждают в данный момент, и как только это все готово, Филипп подключается, или Филиппе, как правильно, подключается к нам, к нашим планам, и, как я понял, будет даже нам помогать и тут и там осуществлять то или иное. И все это, и все это благодаря старой двадцать первой Волге. 62-го года. Да, принадлежащей полковнику внешней разведки СССР. Мужчинам. И, конечно, как бы, насколько я правильно понимаю, то как бы этот чек уже нет в живых. Да. Да, но, понимаешь, дело-то живет. Дело живет. Дело живет, да. Знаешь, что еще удивительно? Я вот смотрю, вот это у тебя куртка, вот это вот потрясающе, это какая-то военная, да, или что это? Старая НФА, Национальной Фолькс Армии, какая-то рубаха чего-то, то есть ГДРовская армия, а ГДРовская армия, боже ты мой. Я спешу заметить, не ФРГ армия, а ГДР армия. А вы что думаете? А я что, я не шо, я не шо. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Я успела. Нет. Танюха, шалом. А Филипп ушел что ли уже? Я бывала. Да. А ты где была? У косметолога. А, ну видишь, дела есть-то поважнее. Ногти, реснички. Я давно ушла, да? Ну да, 2 или минут 20. Блин. Зато ничего, мы тебе фоточки в Инстаграм покидаем. Да. Не переживай. Ногти зато красивые получились? Да-да. Ну и все. Ну и все. Ну и все. В этой оптимистической ноте, друзья, я думаю, сейчас купим билеты Георги Сянычу на город Герой Ленинград и я думаю, что завтра вылетаем. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте об этом видео своим друзьям. И новый хэштег Танюха не грусти. Всем мира добра, удачи. До новых встреч. Пока. Мне кажется, вот эта история получилась хорошо. Более чем достойно. Более чем достойно. И спасибо ласточке полковника, что она у нас была. Я не знаю, по состоянию сейчас закрыт проект или не закрыт, но пока этот автомобиль у нас и пока мы его зажмем. Пока этот автомобиль not for sale. Посмотрим, что будет после выхода фильма. Я думаю, он уже будет стоить не двадцаточку. Танге. 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 Всем всего хорошего, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok